доброе утро мы получили два стартовых креденциаля паспорта пилигримов с этой минуты мы пилигримы торжественно символы пилигримов у нас на шее ракушки 2 не раба божьих татьяна и александр два пилигрима начинают свой путь в 230 километров легкий нечего сказать да я скажу все в конце поехали подожди короче вот путешествие начинается вот здрасте прилетели куда вы прилетели милан а мы куда дальше куда а дальше мы посидим посмотрим на непонятный облик внешней части миланского аэропорта и пойдем внутрь пить каву и есть и что-то вкусное да набрав правильный код мы зашли прибыли кухня ну что будем делать хозяйка вот это в самом центре кверти в самом центре а тут ничего не видно зато есть мадам да доброе утро порта пришли на полчаса раньше чтобы подбаваться этой красотой и будем ожидать наши документы которые будут штамповаться на пути всего нашего следования и милые собачки тоже идут на камины наверно нет суетливое утро порта а мы идем на нас за нашими креденциалями это слово нужно запомнить креденциаль букву к походу туда идем и не только мы потрясающий вокзал сау-бэнто в порту мы сейчас пойдем в этот кафедральный собор за паспортами пилигримов изображены события несколько столетней давности сколько кафеля голубого сюжеты из жизни до произведения искусства всегда приезжая в европу ловишь себя на мысли почему здесь так интересно и захватывающе люди спешат на работу а туристы начинают свой путь в камино 8.30 двигаемся к собору начало пути а ты снимаешь я думал ты это нет я снимаю дорогие друзья это старт это желтая стрелка показывает нам движение и дальше мы будем по ней ориентироваться мы вас любим обнимаем будьте с нами вы слышите как нас провожают а 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 Пешочком идем в Декатлон Начали свой путь Декатлон это магазин Туристических товаров Где можно купить рюкзаки Поджопники Перчатки, палатки Все остальное Решили посмотреть Может быть нам стоит заменить один из рюкзаков Ох какая тут кошка Большая нарисована Ух ты блин Ее даже не видно Какая здесь вкусная еда Посмотри какая кошка Ох какая кошка Видать ее Вот какая кошка Так нам Туда У нас свой путь Немножко вверх Как тут не вспомнить фильм С такой фразой Одели ракушки Пусть думают Что мы туристы Даже Даже А это счастливая Так как порту вам Как порту Мне очень нравится Честно говоря Очень гостеприимный Городок И Вы знаете Я хочу сказать Если говорить о Европе Здесь Очень милые Дружелюбные люди А есть такое поверье С каким сердцем Ты приходишь Такие люди Встречаются Улыбайтесь Любите И знайте Что вас встретят Такие же люди Какими вы пришли К ним в гости Обнимаем вас Кстати Это мой первый раз В Португалии Я еще никогда Не был в Португалии Ну Не сложилось Вот А теперь Это Воплотилось Именно в такой поездке О чем мы не жалеем О чем мы не жалеем Совсем Да И голубям там С этим тоже хорошо Вот 25 евро 25 евро Сапожки 29 евро Ковбойские Ковбойские Кроссовочки По 19 Наверное Какое-то местное Португальское И те Кто их производил Вчера Производили Портвейн На сегодня Уже кроссовки Made in Portugal 29 евро 15 35 евро 19 евро Что ты говоришь Любят кошек Они любят кошек Потому что у них кошки Изображены Значит Я их уже тоже За это полюбила Потому что я кошатница Поменяли Поменяли Мы поменяли Рюкзаки На Ну-ка Повернись Другие рюкзаки У меня Твойной Тоже другой Другой рюкзак Потратили 119 евро Декатлоне Купили еще Поджопник Один последний Последний Больше не было Только один Мы решили Что будем Меняться Либо сидеть На нем Вдвоем И Зубы похудеют К тому времени Мы продолжаем Все Мы двигаемся К нам Часов 6-7 До ночевки Вот Мы Вышли На Набережную Порто И Пытаюсь Камеру Выстроить Не надо Меня за ней Смотрите Я говорить не хочу Так красиво Говорить не хочет Но мы все равно Идем У нас Океан Мы двигаемся По побережью Атлантического океана Первый день Камино Еще нету А кстати Набережная Такая Как где-то В Одессе Или где-то На берегу В Феодосии Например Тоже так Тауна А? Киптауна Такие вот Скамеечки И Загордительная Такая линия Такая Напоминающая Я думаю В Одессе Возле памятника Дюка Точно такая же Туда Вот мы туда Вот Вот так Красиво Все Очень Выглядит И мы Двигаемся Дальше Юрочка Ты про эту Школу Сёрфинга Говорила Здесь Девочки Мальчики Берут Досочки И все Вот туда Идут И там Они Проводят Уроки Какая-то Крепость На берегу Где-то 23-24 градуса Сейчас тепла Мы Продолжаем Свой Камину Уже Немножко Болят Ножки Прошли 10 километров Вот Юра Для тебя Кусочек А что Динамо Бежит Все бегут Танечка Все бегут Динамо Бежит Все бегут Да Кто-то едет Кто-то едет А кто тебе Только что Привет передал Или ручки Помахал Кто А ребята На велосипедах Они пара Путешествия На велосипедах Ну тебе виды Они сказали У-у-у У-у-у И уехали А мы прёмся А что это такое Вот висит Что это такое На этих вот Тросах Сетка Какая-то Круглая Растянутая Может быть Даже не знаю Что это такое Такая Композиция Батут Батут Сетка Рыбака А А Это что-то А Это что-то Об этом есть Сейчас я открою В интернете Это всё написано Я сохранил это Сейчас посмотрим Я никогда не видел Чтобы был организован Пляж для птиц Вернее Для чаек У него тут Спокойненько Тут играют Волейбол а здесь зрители чайки тусуются на побережье стоят что стоят не знаю на их очень много и все стоят и здесь как кто-то из них взлетает вот такая вот тема и а сихут нас как плети ветра и дожди мы вечные дети на млечном пути звезда наших странствий гори не сгорай мы ищем мы ищем потерянный рай вот так вот найдем найдем те кто ищет тот всегда найдет путь путь будь будь вот путь пилигримов следует сквозь вот эти вот так я понимаю по моему нефтеперерабатывающие комбинаты португальские а тут вот растения ветер сегодня такой сильный ветер на атлантике танька оделась одела куртку идет с двумя рюкзаками воевая один полный другой пустой вот пилигримша мурадова татьяна продолжает свой начатый путь сегодня прошла 17 километров не выпила ни капли алкоголя просто героиня романа о пилигримах которую мы сегодня пишем главной роли тихмурики теперь они еще и пилигмурики не просто тихмурики тихмурята а пилигрим гремята вот ветер сдувает еще километров семь восемь наверно протянем потом еще 10 10 протянем а может нет а потом протянем ноги в кровати надеюсь я буду в кровати не один а с ногами своими и с ее ногами ну что татьяна что скажете на двадцать четвертом километре пути мы еще живы но как-то уже тяжеловастенько ну мы же идем и нам весело не надо красить мои номерки на разговоры в общем мы прошли двадцать шесть километров нам до отеля еще шестнадцать или семь в общем нам три часа еще пятьдесят минут мы пытаемся сделать сегодня 40 километров потому что нам хорошо весело здорово у нас рыбацкие снасти лодки нас поддерживают другие туристы вон камином вон камином где ты от? вене вене а острые? я от Волдова в Молдове вон почему ты желаешь где твои друзья? что? друзья я не зима я не зима Ты думаешь о том, что всякое. Можете думать о том, да? Да, это第一回. Такой? Нет. Это первый раз по воде? Да. Да? Да, я только ходу три дня. Три дня? Да. Не от портона? Нет, нет. Я живу в Австрию. Какая красота! Смотри, какая красота! И невозможно наглядеться Ее прекрасные бока И золотое сердце! Смотри, как она идет! Покрыла голубым головку Одела красное ботово И у нее в глазах издевка Любовь! Любовь! Она сказала, любовь! Она сказала, пошли! Нам не страшны мили пути Пошли! Пошли! Та-та-та! Та-та-та! Та-та-та-та! И вот так бывает Ремонтируют дорогу А нас по песку отправили И приходится идти по песку А это не очень приятно Короче, идем, короче, стоят Вот такие барышни Красавицы! В лачочках Вот они! Красавицы! Вот сумочки! Все, что надо Все, что красиво Ой, здрасте! Живая красавица сидит Не может уже идти Прошло 30 километров Идти не может Ах, капитан Морган Всех встречает Красавчик! Идем! Ах, какая красота! Ах, какая красота! Конечно, мы должны идти А они себе здесь загорают Ты посмотри на них Как они здесь загорают себе Ты посмотри, как они здесь лежат Балдеют Нюхают на другом опы Все Молоко дали сегодня уже Я же не знаю Верно Не жалко вас Да? Коровушки И дальше идет Героиня Нам осталось Три минуты До метро В надежде, что оттуда Мы доедем Последние 10 километров До Паво-Адиварзим Где мы спим Уже прошли, наверное, 33 километра И верим и надеемся Доброе утро Доброе утро День второй Голос еще веселее Что будет дальше, не знаем Вчера был трудный день Хотя говорят, что первый день Вроде еще полносил Но мы прошли больше, чем предполагали И, конечно же, ребята 25 километров в день Это нормально Больше Только для сильно подготовленных Мы подготовленные Ну, в путь Налево День второй Начинается Идем по камине Там зайдем Тихое утро Сегодня нет ветра Пока Пока нет ветра Работают магазины Начинают открываться Океан Чайки поют В общем В общем, красивая погода Правда, чуть-чуть прохладновато Ноги уже не болят практически Ноги болят Но мы идем В общем, смотрите Наблюдайте Будем рассказывать Мини Как мы все-таки Проходили этот маршрут Ну, для Скажем так Мы не опытные На самом деле Прямо сильно Туристы Но Достаточно подготовленные И Такой маршрут Такой Трек Какой вчера Мы проделали Это много И Болело все От спины До ног До стоп Все Крутила Болела Ломала Ломила Сегодня полегче Идем Все Вот такие Водоросли Как-то их Почему-то Тут Система Складывания В такие горочки Мы пытаемся Разобраться Для чего Это делается А? Что-то Они только Сушат Здесь Они у них В горочках Лежат Здесь Они у них В стогах Вот таких А дальше Их разложили И сушат На песочке А дальше Их укрывают Целлофаном Может это Какая-то Кормовая Кормовые Структуры Вот Какие-то Добавки Вот Смотри Как выложили Да? Непонятно Что это такое И с этой стороны С этой стороны Сушат Складывают Какое-то Производство Утилизации Или Био Био Утилизация Складывания Высушивания Водоросли А потом Магазин Нам Голуби Кушают Непонятно Что Гугл Помощь Саша Гугл Помощь Какие Котлеты Большие Выложили Этих Водорослей У нас Стога Сена У них Стога Водорослей Все Океанические Да? Океанические Это Какая-то Подкормка Прекрасная Натуральная Вот Ушли С поводи Ворзим О какой Путь Видите Класс Пошел Сильный Дождь Сейчас Чуть Ославился Мы По дороге Нашли Убежище И не только Мы Убежище Прямо Тут Проходит Тропа Вот Дождь Идет Не хочется Мокнуть И мы Спрятались Под Навесиком Да? Дождь Пройдет И мы Пойдем Да? У нас Нет одежды У нас Нет одежды Нет Просто Зачем Кроссовки Намокнут Для чего Нам это Надо? Да? Гетель Модный У тебя Смотри Я таких Не имею Это Гетель Чтобы Не болели Мышцы Понятно Я буду Рекламировать Потом Пройду Скажу Болят Или Не Болят Сейчас Болит Я говорю Все Болит Все Бегут Все Бегут И Все Болит А люди Продолжают Свой Путь Несмотря На Дождь Мы Тут Нашли Себе Убежище А Они Идут Конечно У них Такие Широкие Красивые Шляпы У нас Таких Шляп Нету Как У них Вот Они Машут У них Такие Прикольные Накидки А мы Таких Накидок Не Имеем Совсем Бонкамино Смотри Они Не боятся Промокнуть И Дедушка Идет Смотри Какой Бородой Не боится Промокнуть Истинные Герои Но Некоторые Пережидают Хорошо Идем А Во Какие Тыквы Да Вот Каждый Кусочек Земли Какие Размеры Ух Холм Тыкв А мы Все Идем Да Прекрасная Татьяна У нее Даже На Повязке Написано Ком Наверное Камина Компания Она Идет В компании С Сашей Таня И Саша Компани Здесь Наверное Нужно Положить Камыш Татьяна Надо Положить Камушек Молодец Тут еще написано Разное Оле Тут был Оля И Петя Лук 2026 30 Ставь тоже Что я могу поставить Я могу только поставить Железный гвоздь Вот он Вот Это настоящий Железный гвоздь Я вместо камня Ставлю Вот так Вот От меня Гвоздь На память Счастливый И дорогой Пошли 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 По дороге Есть такое место Остановиться Или гримы Останавливаются Делают передышку Здесь можно Поставить печать Выпить Напиток Отдохнуть Вот такое Здесь Стилизованное место Что-то типа Мельницы Понимаю Здесь даже Можно остановиться И Здесь сувениры Продаются Туалетик Есть А там По-моему Есть Место Для сна Пилигрима Вот так Все ставят Печати Пилигримы Пропечатывают Креденциали Да Вот здесь Какое-то Древнее Колесо А вот Место Для Пилигрима Можно остановиться И ночевать Вот так Ставим Печать О Найс Был камин Обосновались Под виноградом Под виноградом А Танечка Присела На травку На плавку Хватит Меня Снимать Сегодня Я Тебя Сниму Еще Раз Потом Вот По дороге У нас Знакомый Наш Знак Пилигримов И Указатель Эспасенди По-моему Мы спим В Эспасенди Семь с половиной Сантьягори Компостело 181 Километр Направо Ну вот Друзья Хорошо Когда Путешествуешь С мужчиной А еще Лучше Когда Путешествуешь С сильным Мужчиной Вот Можно Ему Скинуть Свой Рюкзачок Идите Александр Идите Как Можно Вот Нести Столько Груза На Таких Худеньких Ножках Оказывается Что Они Не совсем Худенькие Они Очень Крепкие Вот У меня Серьезно Заболели Плеси Есть Я И Если бы Я путешествовала Одна Мне пришлось бы Освободить Половину Рюкзак Рюкзака Лещей Хотя Вроде Там Так Их Мало Но Почему То Сильное Напряжение Вот Но Сашка Молодец Он Есть И Дает Ему Силы Чтобы У него Была Возможность Дойти Потом Вы Носили Все Мы Вас Обнимаем Танечка Налегте Балдеет Вот А мы Какой-то Церквушки Приближаемся Все Тут Остановились Возможно Здесь Какие-то Красивые Штампы Давай Зайдем Сюда Опа Может здесь Отдыхотворенные Может здесь Просто Отдыхотворенные Часы Показывающие Время Сейчас Посмотрим Что здесь Происходит Здесь Ставят Печатить Да Здесь Храм Спасибо. Ну, многие знают, что в Португалии дома облицованы плиточкой. Прямо вот такой красивый коричневый такой шоколадный кофейный плиточкой. А далее блестит голубой облицовкой. Другое здание, голубая облицовочка. А девушка просто отдыхает. А я жду Таню, которая пошла ставить печати в наши креденциалы. Будет у нас еще одна печать от этого. Вот и Таня с печатями. Все хорошо? Ты поставил нам печать? Покажи наши печати. Здесь какие у нас тут печати? Слабенькие и мало, видимо, у них этих. Вот такой. А тебе я поставила правильно, а тебе не очень правильно. Нету краски. Нету краски. Да, симпатично. Какая-то улица, музейная улица. Да. Нету краски с такой любовью. С любовью, да. С португальской такой любовью, да. Красивая отделка. Красивая улица. Покажи. Как продвигается камин. Как продвигается камин. Это потом. Вот я стою у усадьбы, она устаревшая, разваливающая, и вот навеивает такие мысли, что ведь здесь когда-то мечтали люди, влюблялись, может рожали детей, взрослели, старели. И эти стены помнят все. И посмотрите, только Вьюнок сейчас отзывается своими красками на этих старых стенах усадьбы. Вот такие места заставляют мечтать и молчать. А это вид сбоку. Субтитры создавал DimaTorzok Очередной храм. Да, суп мы уже съели, меню пилигрима за 11 евро. Вот у Танечки рыба пилигримная, португальская, длинная, жареная, с картошечкой и с овощами, и с пивом. Приятного аппетита! У меня кошерная свининка с рисом и посолью в специальном красном соусе, как я люблю. 11 евро человека. Неплохо. Еще был суп, мы его уже съели. Вкусно? Рыба. Еще один до шахта. Пробуй. 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 Переходим через вот такой вот мост, идет стройка, нам выделили узкий отрезок пути, с одной стороны рабочие работают, с другой стороны сетка, тут вода. Так, идут налево, вот так вот пильгримы идут к собору святого Якова. День третий. Лучше рассказать про вчера. Я вчера была злая, потому что у меня натерло сильно ноги и болели все стопы, вообще все тело ныло. И если мы говорим о пути, то что какие теневые наши части вылезают, вот вчера я увидела свое чудовище. Оно оказалось очень даже не маленьким. Наехала Насташа, но у нас же кто виноват? Евреи. Все виноваты евреи. И в моих ногах. В мозолях Танина виноваты тоже евреи. Ну, обработав все части тела, ой, мы решили все-таки сегодня не ходить за станции. Не ехать на автобусе, хотя думали. Не ехать на автобусе, да. И продолжить путь. 18 километров. Не так много. Не много, конечно, когда тебе ничего не болит, но сегодня мне кажется полегче. Вчера был какой-то кризисный для меня день. Посмотрим, что будет дальше. Вот. Все. Вы с нами, будьте на связи. Мы, конечно, снимем этот сюжет, который нас воодушевляет, вдохновляет. Как небо опустилось практически на домики туманом своим утренним. И нас встречает хвойный лес, если это хвойный. Да. Запах передать невозможно. Запах передать невозможно. И вообще такую какую-то таинственность и загадочность. Как предвкушение встречи с чем-то вообще интересным. Неизведанно. Здесь действительно красиво. Это бывшая Лена на машине. Красная. Привет. Мы просто Лену знаем, видев машину красную. А еще Алла, бывшая машина, нынешняя. Вот. И, конечно же, эта дымка, она за собой там хранит какие-то тайны. Мы идем их разгадывать. Вот. Ну что, до встречи. Мы не могли пройти мимо такой красоты. Мы не могли пройти мимо такой красоты. Они не памятные такие красивые. Посмотри. Ой, на что это похоже? На шарики. Это гортензики. Какая прелесть. Это очень красивая. Нам надо посадить у себя во дворе такие. Какие красивые гортензии. Неужели они не пахнут? Нет. Да, они почти они не пахнут. Они замечательные, да? У них все, что красивое, должно пахнуть. Вот велосипедисты. Камино! 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 Уху! 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 Ай, криво пей. Мне очень нравится эта улица. Здесь очень аутентичные строения. Какое-то предгорье, да? Впереди склон хвойного или не хвойного леса. Смотрите, какие здесь красоты. Какие домики. Какой домик стоит, видишь? Это маленький макет того, что мы видим. Small house and big house. Да, мы не зря выбрали этот путь прибрежный. Так, а что тут за крестик стоит? Это нет. Нам налево. Вот мы идем по таким стрелочкам везде. По дороге есть такие стрелки. Налево нам туда. И такой участок есть. Вон камину, в нашем камину по лесу. Остается примерно 10 километров до, по-моему, Viadi Castello называется место, куда мы идем. У него какая-то речка шумит. Может быть, мы до нее тоже дойдем. Всегда прекрасно в таких путешествиях идти, не зная, что ты увидишь за поворотом. Это, наверное, самое прекрасное, что меня здесь притягивало всегда в последнее время ожидания перед поездкой. Что ногами идешь, не зная, что ты увидишь впереди. И это очень заманчиво всегда. Дети кричат. Наверное, здесь какой-то купательный сезон открыт. Или что здесь происходит. Какой-то португальский пионерский лагерь. Да, какой-то детский лагерь. Дети играют в игру. Вот они там что-то делают. Мяч. Это здесь место для отдыха. Юра, дорогой, мы пришли к твоему любимому дому, который стоит просто в лесу, как ты сказал. На берегу реки. На берегу реки. Мы пришли к тому же дому. И вот здесь люди. Водичка, в которую ты хотел искупаться. Вот мы здесь, на твоем любимом месте. Я вспомнил твои видео. Водичка чистая. Вот твой любимый дом, Юра. Мы возле него. Привет тебе передает вода. Пороги. Красота. Привал. На лево или куда стрелка? Направо Продолжаем Очередной короткий привал Спутница Путница Распутница Немножко устала Причем она не одна устала Она не похожа на устала Присядь, Анечка Посиди А я буду поставить печатку Последние участки все время вверх Вверх, вверх, вверх Рио-Нейво Мы сейчас в Рио-Нейво Вот нас еще ждет такой путь Танечку ждет путь еще до Сантьяго 188 километров Ерунда, да? Нет слов Папоротники Папоротники Угощаются кофем, пивом Яблоками, фруктами И я так понимаю Платят Как хотят Закидывая в ящик денежку Мы что себе возьмем? Папивасику Арбузик люди берут Вышли из леса Пересекли дорогу И вот такая красота Такой интересный Объект Возле кладбища Церковушка Очень колоритная Отдыхают Спутники наши Спутники Мы сейчас решим Будем мы отдыхать Или пойдем дальше Самые отчаянные Полезли наверх По этой лестнице Еще к одному священному месту Вот так деревушки Налево Там какой-то базарчик Смотри впереди Пазарчик Там налево Я позволю с того что я бы все равно Готовится праздник Готовится праздник Какому-то Пиво пожалуйста Сладости Запахи, 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 запахи вкусняшек Печенье Печенье, 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 печенье Печенье Праздник сладости Заварные латрушки Португальские с ладушки Дядя с животиком Музыканты Музыканты тренируются Все? Ладно, стоп Не знаю, как-то же люди нет, тренируются Все тренируются Я думал, что будет бом-бом-бом Бом-бом, я не успел Бом-бом, не успел Мы помылись Придя через 25 километров Вот в этот вот Гестхаус С общей ванной Неплохой, да? Да Мы теперь идем Какие наши ощущения После третьего дня Ну, сегодня полегче идти было Ну, как Вчера был кризис Не знаю, будет ли еще впереди Следующий Но Сегодня встречались нам Все больше и больше Прекрасных людей Интересных Из Бразилии Германии Я сегодня мазал ногу бразильянке Да Снимал боль Коснулся к прекрасному Молодому бразильскому телу Которое проживает на Мальте Мы познакомились с немкой Которую зовут Клавдия Мы с ней шли Много километров Разговаривая На разных языках В частности на английском И вот что мы Можем Наверное Под итог Дня Что Вы знаете Не важно На каком языке Мы говорим И когда люди Идут И у них В душе Есть Желание Чего-то нового Познание Самого себя Открытие Своего Внутреннего мира Оно дает возможность Тебе и раскрываться Другим людям И мы как Вот маленькие капельки С разных стран Сливались в единую реку По которой вместе Вместе мы плывем И здесь Все границы Все-все Языковые Национальные Политические Экономические Они все Просто Сливаются И Растворяются Потому что Все становится Неважным А важным Только одно Путь Интересный путь Познание Себя Своей силы Своих возможностей Взаимопомощи По дороге И Открытости Этому миру Вспомнились Сейчас слова Агитбригады По улочкам Узки Со всех площадей Сливаются люди И множат ряды Идущие Кто вы? Мы Пионеры Советской страны Пионеры Это Впереди Всегда идущие Вот кафе Куда мы хотели Зайти посмотреть Ну все Друзья Может там Нам что-нибудь Нальют Будут вкусняшки Мы вам покажем Итак Вашему вниманию Представляется Скромный Ужин Пилигримов Уставших После 25 километров Пути В гестхаусе С такой вот кухней С таким цветком И собакой Которую не видно Две красивые собаки Вот такой вот Ужин Помидорки Португальские Авокадо Как это называется? Прошутто Прошутто Хлебушек свеженький И Немножко Вина Я сажусь кушать Наша камина Проходит Сегодня Мы сегодня В гостях У этих двух друзей Это Это один товарищ Повернись ко мне Лицом Алло Зеуш 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 Привет Зеуш Вот это раз А Другой Зеуш 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 Вот такие у нас соседи сегодня Вернее мы гости ихли Здорово Привет Здорово Привет Здорово Have a nice camillo Welcome Go well your camillo Okay Yes Thank you Thank you Thank you Have a nice life Okay Thank you very much Bye 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 Who knows Only God New day Have a nice day доброе утро у нас сегодня четвертый день мы стоим на мосту я нади каштелло и продолжаем свой путь 20 километров как ощущение сегодня четверка обозначает дату кармическую и еще точку бифуркации то есть поворотного момента в жизни человека поэтому буду смотреть какие повороты не ждет впереди пока нас ждет вторая часть каштелло и мост и мы а мы сегодня должны приблизиться к испании максимально близко но завтра мы будем переплывать завтра уже граница сегодня максимально близко подойти к испании поехали как как тихое воскресное утро не только крик где-то чай после помойки напоминает о том что все таки кушать хочется и то что рядом есть жизнь океан ааа и океан да ну почему-то они все перетели сюда без укрытия чайки это именно когда есть море или океан чайки бывают там где есть еда сейчас другие уже чайки так что я не понимаю почему мы мы тут одни никого больше нет слушайте слушайте звук тихой португанской булочки воскресной можно идти по стрелкам можно идти примерно в направлении иногда натыкаться на эти голубые или желтые стрелочки в целом направление понятно двигаемся в сторону моледа километров 20 может 22 настроение отличное отличное отлично вернее наверное утром всегда настроение лучше чем к обеду и какой там центр и там красивый там посмотри где-то стрелки с нигде стрелочек не вижу и идем к этому храму красивому еще раз хочется напомнить кто будет это видео смотреть не сначала перелистывать возможно не услышит начало истории что же все-таки мы делаем да мы решили пройти как многие другие паломники пилигримы уже тысячи лет идущие к мощам святого якова которые находятся в храме святого якова в городе сантьяго де компостела люди идут туда по разным причинам кто-то по духовным причинам кто-то хочет себя проверить духовно проверить кто-то хочет проверить себя на выносливость вообще почистить мозговые извилины ребята чуть чуть попросили велосипедисты сделать красивые фото а на фоне храма и сашка у нас умеет делать красивые фотографии аргентина продолжайте лисандр разбили но на самом деле это было приятно помочь мы продолжаем мы по-прежнему не видим стрелок но такие прикольные красивые средневековые улицы что по ним невозможно не пройти и вот это я на де костелло вернемся мне когда ты сюда здесь очень красивый купальник есть мы не знаем это духовно как-то повлияет на результаты этого похода купальники да конечно океан не очень теплый это народные португальские красные шапочки все спят все спят пустынные улицы практически где все равно стрелок нет мы идем пока вот кого вижу перегримов идущих за этим зданием наверное плюс минус все идут в одно и то же место но чуть срезает для того чтобы насладиться насладиться вот они двое улочками они так пошли тоже можем так пойти какая приятная архитектура утреннего города вижу желтую стрелку это туда или туда 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 вот мы рассказывали о том что лично я пошел этот маршрут для того чтобы ощутить особенные новые для себя ощущения забытые еще в детстве потому что именно когда ты идешь ногами и знаешь что в принципе никуда не торопишься у тебя есть возможность максимально окунуться в путь в путь который просто как бы вычищает или дает такое вот наслаждение движения и порой забываешь про рюкзак про эти тяжести и он не такой тяжелый в принципе но просто мышцы которые не делали эти движения эти нагрузки они будут о себе знать первые три-четыре дня потом это пройдет поэтому только идя вот так вот по улицам неизвестного города можешь почувствовать всю его суть да татьяна как вы думаете меня немножко другое восприятие и ожидания даже нет ожидания неправильное слово я хочу сказать что никто не вернется прежним и какие бы ты не ставил при собой пожелания целей задачи для прохождения однозначно каждый найдет что-то свое но чем прекрасен путь что с каждым днем ты уходишь все глубже в себя хотя ты наблюдаешь за этим внешним миром и понимаешь что вот это в твое внутреннее состояние и является и отражает вот этот внешний мир то есть красота в глазах смотрящего и я думаю что мы действительно будем уже другие когда дойдем всем прекрасного воскресного какая улица как сказал уважаемые нами михай волонтир в роли цыгана или цыган воли волонтира путь земля не может утомить идущего утомляет неверие грубость невежество и отчаяние правильно да хорошие слова поэтому путь он не может нас утомить и и У нас встречает семейство летучих португальцев. Вот они стайкой кружат. Здорово! Вот как они кучкой. Может у них чемпионат мира по скоростным залетам? Кайф! Прямо кругами. Завороты. Станцию лидируют красноперой, красножопой. Прикольно, ты видишь как они рисуют? Как я и говорил, можно идти по стрелкам, а можно идти как душе угодно. Вот мы как-то пошли и стрелок мы не видим, мы пошли через какие-то поселки. Возможно, путь паломников там вот, в том лесу, а возможно он вдоль океана проходит. Я вижу там какие-то двигающиеся велосипедисты или машины. Сложно сказать. Вот вижу, вижу. Мы так и не поняли, где эти стрелки. Но мы идем, мы точно знаем, что нам туда, вдоль побережья. И мы двигаемся через вот эти вот села. Нам, мне очень нравится тут вот это вот все оформление. Средиземноморское, но оно тут не совсем Средиземноморское, оно океаническое. Белый камень, черный камень, много древнего камня и очень красивая трава. Есть дома, которые очень ухожены, очень-очень-очень ухожены и очень красивые. Так что мы не знаем, где мы встретим наших пилигримов. Мы делаем свой путь, потому что у каждого он свой. Она все идет и идет и идет. Вот такой интересный сад здесь сделан. Это кто-то типа японского сада, но он не японский. Вон португальский какой-то. Погода есть. Погода, да, в центре стоит деревянная. Я думаю, здесь какой-то кузнец живет. Потому что это все почти сделано из железа. Видишь, ковки много. В 2017 год, видишь. Много чего использовал. Коровушки-бурушки. Колокольчики звенят. Коровушки-бурушки. Колокольчики звенят. Да, согласно старой легенде, в древние времена пилигримы клали себе в рюкзак много тяжелых камней и шли в путь, в путь к святому Якову. По дороге оставляя камень за камень и освобождаясь от своих грехов. Вот в знак этой легенды мы видим, как пилигримы оставляют камни. Мы безгрешные. У меня в рюкзаке камней нету. Я все сбросил раньше. Какие только не извилины тут напридумывали. Это все, конечно же, было для жителей села. Теперь здесь маршрут. Продолжение следует... Продолжение следует... вот если кому нужно такое альберги просто я хотел посмотреть как это выглядит в общественная зона hi hello can i help no i own the the film i do film and the look inside you have my permission very nice wow тут видите у всех свои ой какая прелесть отдельные кровати кстати тут хороший воздух туалеты потрясающее место кстати тоже там иди посмотри как раз очень здорово very nice вот это я понимаю альберги ну просто кайф кайф класс моего вере найс ты охраняешь лимонное дерево дай нам один лимон пожалуйста и сколько лимонов у тебя дай нам один лимон пожалуйста будь другом не даешь хранитель лимонов как я люблю такие улочки выложенные камушками курочки за за забором сказали меня ко 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 или собачка сказала гав 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 я не понял у меня уже ко 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 и гав гав почти одинаково звучит инжирчик инжирчика нету все съели пилигрим и стволы деревьев гладенькие высокенькие уже где-то километров 10 мы прошли нам нужно около 20 нет цвет и камера не передает и камера передает всю красоту камера в моих руках передает всю красоту которая идет передо мной передает камера Идет впереди меня красота, которую передает камера. Красоту зовут Таня. У нее впереди баян. Она вся такая музыкантская, играет на всех инструментах. Сейчас у нее баян несет. Как я уже говорил, но я повторю еще раз. Первый день мы вышли из Порту через магазин Декатлон. Поменяли рюкзаки, купили другие. Один из рюкзаков я засунул в свой рюкзак. Вот этот Танин рюкзак. А свой рюкзак повесил как второй рюкзак. И там я ношу еду и то, что нужно быстро взять, шлепки и так далее. Мне удобно. Может кому-то неудобно, мне удобно. Может в конце трипа кому-нибудь его подарю или как-нибудь провезу назад. Так, первый день мы прошли 35 километров до Паво-де-Ворзим. Хоть планировали пройти 25 и 10 проехать на трейне, на метро. Но метро было далеко. Не ясно было как туда идти, а у нас была куча сил. Поэтому мы прошли 35 километров до Паво-де-Ворзим. На следующий день мы прошли 20 километров до города Эспасенди. Там у нас был забронирован отель, комната, апартаменты. Было непросто, но не очень сложно, но уже очень болело все. Поэтому 20 было достаточно. Вчера был третий день. Вчера мы прошли 25 километров от Эспасенди до Виа-де-Костелло. Остановились до моста. Там тоже было забронировано гестхаус. Хозяина зовут Тиаго. Он сказал, что он как Сан-Тиаго, но без Сан. Он еще не стал Сан, он просто Тиаго. У него там много комнат, собаки. Об этом был кусочек репортаж. Поэтому сегодня у нас план дойти до Маледа. Мы уже прошли 14 километров. Еще километров 8-9, я так понимаю. И будет остановка в Маледа. Таким образом, мы сегодня должны перевалить за 100 километров пути ногами. Вот такие дела. Идем через лес. Что интересно, в этом маршруте действительно совмещены разные отрезки. Сначала мы шли вдоль океана. Сначала мы шли по городу Порту, потом вдоль океана. Потом проходили через леса. Через парки. Через поселки. И вот опять лес. Маршрут идет через лес. Очень свежо. Очень комфортно. Все хорошо. Продолжаем, друзья. Это у нас как называется? Хала. Прямо растет. Возле живописной стены. Вдоль маршрута. Вдоль маршрута. интересно куда эта дверь ведет возможно это машина времени посох странника здесь живет странник начало какого-то пути это какой-то не пойдем а вдруг там что-то опасное друзья будете здесь обязательно заходите а мы пойдем дальше какой тут бассейн красивый это я не могу посмотреть отсюда только подняв свою палку селфи могу увидеть всю красоту сейчас мы еще ниже спустимся и посмотрим как живут простые португальские сельские жители мы посмотрим отсюда может быть видимо кайф да туда нельзя заходить написано привата какая прелесть какая прелесть кофе это заказать давай ночью водичку не хочу стук ночью рал какой-нибудь вот там там да как в сказке наша женщина наверно нет нет это мы наверно вместе где-то вот садись садись они перепутали нас тоже с кем-то думаешь какой путь бриллиантовый камни блестят как брить от этих камней вся тропа усыпана не мелкими осколками и на солнце они сверкают как бриллианты и вот я так думаю что когда мы пройдем этот путь мы станем алмазы которые прошли огранку обработку и засверкаем как чистый красивый кристалл звучит замечательно перспектива ой какой там песочек красивый мы двигаемся туда куда то в те в те стороны чтобы залечь хоть на часик нам еще часика полтора топать приближаемся практически входим населенный пункт анкора или анкора ну такое на горе находится начинается у океана и поднимается в гору его нужно обойти слева по побережью и попадем в моледа еще примерно 6-7 километров мы должны прийти вот так солнышко сегодня припекает вот ну танечка геройски преодолевает скандыбает она отсекает все ненужное архитектор приколист оказался на у нее почти нет ничего ненужного все что в ней нужное не 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 а лишние килограмма лишних килограмм и этих ненужные слова мысли мысли вообще прекрасно скоро будет пустая голова в общем то чего и добивалась как там было как там говорилось ощути пустоту или как там говорилось только выкань пустотой пустоты все началось стань пустотой да вот становимся потихонечку это прекрасно желательно что в пустоте что-то шуршало извинела но все о том же в том же мы свыше получаем но хотим уже в моледа на песочек очень покажем примерно через полтора часа я так думаю вот такой интересный дизайн с платочках да что это значит национальные португальские платки или что ясно ходишь выбираешь себе девицу красавицу а то есть раздеть краса на даже но на каждой надо жениться 10 свободных сестер и женихи должны видеть что здесь живут сестры мало-мала старшая вернее старше-старше-старше и вот пожалуйста они уже готовы к выданию но это новая сказка португальских девочек попали на какой-то праздник в этом анкоре да да малый впереди да ой здрасте мы здесь никуда не пройдем посмотреть да да идем посмотрим что купили да 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 нет 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 да нет 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 нитка определенным нет но да Идем по правую сторону. 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 Но и внешне по правую сторону. А теперь оказалось что больше. Ну в общем. Ну я на самом деле сам уже хочу прийти. И сам не сам, но в всяком случае. Буквально я думаю. Ну это в лучшем случае километр и на счет топать. а люди уже лежат вот-вот где белый до 500 от 500 до есть но я точно знаю что еще чуть-чуть главное чтобы на хозяйка квартиры ждала вы не хозяйка квартиры нет не хозяйка а вы не не хозяйка нет даже спрятался солнце ему греет не хочет кто хочет разговаривать с потным пилигримом никто в общем 27 километров мы оттеребанили и прибыли сюда в эту квартиру педро дона педро вот это такое вот тут китчен такой ливенгрум вот такая кроватушка для легкого присеста и вот кровать на который мы будем на этот туалет целом очень даже ничего это награда за 27 пройденных километров не ради этого шли но это легкая друзья мы выпили пивко в одном там баре по маленькому по маленькому очень маленькому тут у океана в моледа и пришли сюда где сидят местные старожилы вот в другом месте мы взяли еще по пиву местного супер бог и вот это назову это фасоль бабы какие-то да да ну да нужно вот так вот взять раскусить внутренности съесть а шкурку тарелочку положить вот так ну и пешком цепить тяжелая жизнь пилигримов очень не хочется перекрикивать португальскую публику да мы присели кушаем вот такие вот нестандартные фасолевидные шкурочку надо кидать тарелочку как все местные ну самом деле мы сегодня посчитали мы прошли за четыре дня 107 километров ногами точно 107 мы в принципе уже заслужили сертификат пилигримов но мы еще по испании пройдем 100 километров точно за пять дней татьяна неги вообще такой героини я не представлял что может быть женщина молодая красивая не очень которая ходит много очень но прошла и сегодня 207 километров прошли за 100 седьмой километр какой-то праздник сегодня мы проходили городишко анкора и там пушки стреляли христианские торты несли святых мари и дев и других святых мы пошли в моледа наконец-то мы решили спуститься к воде не очень ровно идет героиня героиня но мы идем к воде юра тот человек который прошел этот путь камина до нас как и многие другие посоветовал нам и я полностью руководствовался его советами на 90 процентов он сказал приехать в моледа и пойти по песку в воду юра мы идем к океану по белому песочку какой-то сегодня праздник в португалии мы точно не знаем 8 сентября надо проверить но чувствуется что сегодня праздник люди здесь будто на каком-то отдыхе вот они все время что-то празднуют хорошая какая-то крепость там интересная вдали вот чайки гуляют португальский как у себя дома вот а мы идея мы я мы идем стане и к океану а проверим какая температура воды ракушки вода росли это птички бегают ничего не боясь ну наш бассейн конечно чуть теплее холодненькая холодненький океан холодненький градусов я думаю 15 градусов 15 вода но мы первый раз за 5 до 4 дня проверяем что такое океан ну окунуться можно конечно но может может завтра а сотни холодно нам сказывается усталость на самом да усталость сказывается ноги ноги наши 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 ноги в океане ракушки моледа вот вода грацацуева пошла гулять вот она что вы нам не оставили кто-то пиццу ел может кто-то чипсы кушал я могу тоже немножко покушать а вот среди всей этой зелени что мы нашли вот она вот она ракушка пилигрима надо забрать ее с собой на память эй скажи где есть рыбный ресторан и подскажешь здесь рыбный ресторан подруга слушай слушай скажи дереву где есть рыбный ресторан мы хотим рыбу мы хотим рыбу да да не догнать тебя где рыбный ресторан не подскажешь все молчат и так прибыло заказанные блюда это блюдо называется и спешил гамбургер какой-то вот такой вот он спешил гамбургер с такими вот чипсами а это блюдо называется fish and chips чем есть какой-то это понимаю рыба в кляре в каком-то с кусочком лимона это стоит 12 евро мы не нашли здесь рыбного ресторана в моледо может плохо искали не хотели искать на набережной ресторанов рыбных я не видел довольно простенький простенькая набережная но дело даже не в этом видно у них это не в культуре здесь туристов здесь нету рыбу может они кушают все дома вот порту вот как есть так есть вот это вот fish and chips это и спешил гамбургер вот нам принесли я все уже снял это называется вот ну ты поняла fish and chips это я сняла в туалетику мы встретили прекрасного игоря из ульяновской области который проживает здесь татьяна обеседует а мы должны снять закат солнца потому что закат солнца моледа это потрясающее зрелище никак в балабанештах палабанештах молдове интереснее там есть чука лиса и лес и и дымок из из молдавских но здесь на побережье атлантического океана возле испании городе моледа этот закат нужно запечатлеть на камеру утро пятого дня хвойный лес последний португальский участок до переправы на испанский берег я нам у радово доброе утро как ваше настроение после кофе и сладкой булочки но лучше а что до этого до этого мы не могли рассчитать за километраж я очень хотела последние пару дней уже выехать к океану и там отдохнуть оказывается у нас не хватает дней поэтому когда будете двигаться если захотите пройти этот маршрут очень правильно высчитываете километраж потому что недостаток дней не даст нам возможности либо надо ехать а мы не хотим мы хотим все таки пройти пешком вот но и отдохнуть конечно хочется потом как бонус но бонуса у меня не будет но сегодня мы приедем в вигу все таки доедем до него и там наверно есть пляжики может быть шанс и мы там останемся на один день я поняла что чему наверно обучает этот путь действительно ничего не загадывать так какие-то намёточки делаешь а по сути все равно все будет по-другому не зря здесь все путники говорят что у каждого свой путь вот кого-то кому-то надо свернуть влево кому-то вправо кто-то сделает остановку в общем двигаемся доброго утра всем какой лес все для тебя мы идем на лодочку пойдем да вот это наш капитан 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 морган капитан марио марио смотри какие рыбы смотри какие рыбы dinner я уже уже снял рыбу что мы говорим путешествие продолжает говорим до свидания португалии мы отчаливаем от португальского берега впереди нас ждут испанские тропинки испанские берега испанские ощущения испанские мужчины горячие кому что отплыли с ветерком погодного на метро и прекрасного прекрасного чудесного дня и Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok